Каждое утро сестренка спрашивала у брата, ну что, поймался мышонок? Брат показывал ей мышей, которые попадались ему в мышеловку. Но это были все серые мыши, и девочке они не нравились. Она даже немножко боялась их. Ей непременно надо было маленького желтого мышонка. Отпусти их, говорила она грустно, они не такие хорошие. Мальчик уносил пойманных мышей и тихонько от сестры топил их в ведре. А в последние дни мыши что-то перестали попадаться. Удивительней всего было, что приманку кто-то съедал каждую ночь. С вечера мальчик насадит пахучий кусочек копченой ветчины на крючок. Насторожит тугие дверцы мышеловки. А утром придет, на крючке нет ничего, и дверцы захлопнуты. Он уж и мышеловку сколько раз осматривал, нет ли где дырки. Но больших дырок, таких через которые могла пролезть мышь, мышеловки не было. Так прошла целая неделя, а мальчик никак не мог понять, кто ворует у него приманку. И вот, утром на восьмой день, мальчик прибежал из чулана и еще в дверях закричал. «Поймал! Гляди, желтенький! Желтенький! Желтенький!» Радовалась сестренка. «Смотри, да это же наш пик!» «У него и ушко разрезано. Помнишь? Ты его ножичком тогда!» «Беги скорее за молоком, а я оденусь пока!» Она была еще в постели. Брат побежал в другую комнату, а девочка поставила мышеловку на пол, выскочила из-под одеяла и быстро накинула на себя платье. Но когда она снова взглянула на мышеловку, мышонка там уже не было. Пик давно научился удирать из мышеловки. Одна проволочка была в ней немножко отогнута. Серые мыши не могли протиснуться в эту лазейку, а он проходил свободно. Он попадал в ловушку через открытые дверцы и сейчас же дергал за приманку. Дверцы с шумом захлопывались, но он быстро оправлялся от страха, спокойно съедал приманку, а потом уходил через лазейку. Последнюю ночь мальчик случайно поставил мышеловку у самой стенки и как раз тем боком, где была лазейка. А когда девочка оставила мышеловку среди комнаты, он выскочил и спрятался за большой сундук.